Человека труда в Златоусте воспитывают с малых лет. В учебных заведениях города реализуют областной проект «ТЭМП». В рамках него дошколят ознакомиться с рабочими профессиями, а помогают им в этом студенты и преподаватели Аносовского колледжа. Чему научат ребят и как игры помогут выбрать дело жизни в нашем следующем сюжете. Малыши завороженно следят за движениями крокодила. Яркого робота собрали студенты Златика. Сегодня они знакомят дошколят с профессией программиста. Теперь Аносовцы и воспитанники детского сада номер два – крепкие друзья. Впереди у них совместные уроки робототехники. Специально для этого колледж уже закупил десяток наборов лего. Есть робот-машинка, который ездит сам по себе и когда на его пути появляется препятствие, он его спокойно объезжает и едет дальше. Также есть робот с силуэтом человека, который может ходить, двигать руками. От роботов к печатному станку. Малышам показывают, как сделать именной блокнотик и большой плакат. Все, что смогли увидеть и потрогать, ребята еще не раз обсудят с воспитателем. В детском саду номер два действует специальная программа профориентации. Мы решили организовать в рамках властного проекта «ТЭМ» наш проект, который называется «Человек славен трудом». В рамках этого проекта разработан курс программы, который включает ознакомление с разными видами профессий, технического плана, для того, чтобы наши ребята потом выбирали профессии рабочих специальностей и приносили пользу нашей Родине. Инициативу коллег поддержали в Индустриальном колледже имени Аносова. Здесь для маленьких друзей из старшей группы приготовили ответную программу. В рамках нее детсадовцам покажут, чем занимаются машиностроители и парикмахеры, кто такие электромонтеры и художники-граверы. Этот проект социального партнерства заинтересовал с той стороны, что мы воспитываем себе смену. Мы пытаемся воспитать интерес к техническим специальностям, которые в настоящее время недостаток у работодателей. Мы готовим для себя смену. Для сотрудников и студентов Аносовского колледжа эта работа добровольная. Пока они тесно дружат с одним детским садом. Следующий визит его воспитанников запланирован на конец февраля. Встречи настоящих и будущих Аносовцев будут проходить дважды в месяц.